СПОРТИВНЫЙ МИР СПОРТИВНЫЙ МИР Знаете, в 2000 году, когда выиграла золото, я была, наверное, самым счастливым человеком в мире, потому что было столько сил приложено к этому, столько преград, которые я преодолела. За год до Паралимпийских игр в Пекине в семье Гудковых случилось приятное событие – рождение сына. Поездка на игры встала под вопросом. Тем не менее, Наталья хорошо потрудилась, чтобы достойно выступить на крупнейшем соревновании. И пусть в число призеров она не попала, Наталья заняла пятое место. Результат оказался выше по сравнению с предыдущей Паралимпиадой. Это дало молодой маме стимул работать дальше и совершенствовать свою технику. Каждый раз смотрю на Олимпиаду, Паралимпиаду. То есть это главное такое событие. И на выступлениях, на Паралимпийских играх волнуюсь, как первый раз. За 20 с лишним лет в большом спорте Наталья Гудкова одержала множество важных побед, став многократной чемпионкой и рекордсменкой России, Европы и мира. Сейчас она готовится к пятой в своей карьере Паралимпиаде. Втягиваемся, поедем сейчас в Сочи и будем метать, уже разметываться. И надо выступать на соревнованиях. Конечно, это планомерное наращивание силы, техники. И как бы это надо все удержать до Олимпийских игр. Еще один кандидат от Омской области – супруг Натальи Евгений Гудков, который не раз становился чемпионом и рекордсменом России и Европы в метаниях копья и диска. На Паралимпийских играх омеч отличился дважды. В Афинах он установил рекорд Европы, а в Пекине, несмотря на то, что получил травму перед выступлением, стал серебряным призером, уступив первое место китайскому спортсмену. В этом году Евгений готовится показать свои лучшие метры. Основная цель – это прежде всего отобраться на Паралимпиаду, поехать туда. И на все, что ты готов, это показать. Именно на Паралимпиаде. Да, цели ставим, что выиграть Паралимпиаду. Сейчас будем бороться с китайцем, который в Пекине занял первое место. Вместе Наталья и Евгений прошли уже две Паралимпиады. Им повезло. Рядом постоянно находится тот, кто не только подбодрит в трудную минуту соревнований, как близкий человек. Живот в себя. Вот это да. Хорошо. Но и поможет профессиональным советам, как тренер. Ты когда бежишь, ты голову вот сюда вот на плечо ложишь и закладываешься вся. Вот смотри ровно, да, вот здесь вот копье держишь высоко. Тренером Жени являюсь я, а моим тренером он. Мы выросли уже, у меня было очень много тренеров. Я им благодарна за опыт, который они в меня вложили. Я у каждого тренера взяла его хорошие качества и воплотила это в свою жизнь. Спортсменам с ограниченными возможностями в нашем регионе уделяется особое внимание. Тем более в Паралимпийский год. Правительство Омской области и Минспорт-туризм России подписали соглашение о софинансировании подготовки паралимпийцев к участию в главных стартах четырехлетия. Такая поддержка действительно необходима Наталье и Евгению Гудковым и еще 17-ти омским паралимпийцам, которые в условиях жесткой конкуренции борются сейчас за попадание в сборную. Основной этап отбора чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Нидерландах в конце июня.